Мясо по-бургундски Это блюдо мы сегодня будем готовить Здравствуйте, друзья, подписчики и гости канала TheKazan И сегодня, в этот морозный январский денек Мы будем готовить блюдо всемирно известной французской кухни И довольно-таки раскрученное блюдо, которое называется Но у меня сейчас нет насморка, поэтому простите меня за мой французский Бюф бургуньон Или, что привычнее для нашего слуха, мясо по-бургундски И готовить мы его будем в казане на костре Начинаем Друзья, как я только что сказал Это блюдо достаточно раскрученное И если вы его закажете где-нибудь в ресторане То это будет носить некую такую подоплётку какого-то изысканного блюда Несмотря на то, что это блюдо простолюдинов И сегодня вы убедитесь, что готовить его не так уж и сложно И как любое распространенное, раскрученное блюдо Оно имеет много различных дополнений Фишечек Вот Я пересмотрел кучу рецептов И на мой взгляд Тот рецепт, который предложил вам я Ну, наиболее Близок к оригиналу И ещё Естественно, вы сами посмотрите в процессе готовки Что это блюдо легче и удобнее готовить на кухне Вот Но Они на морозе, как сейчас Но у нас костровой формат И поэтому мы будем готовить Морозы нас не пугают На костре На огне В казане Что я думаю Очень похоже На тот способ приготовления Которым готовили бургунцы Которые придумали это блюдо Много столетий назад Неизменным в нём, пожалуй, остаётся Только Три ингредиента Это говядина Вино И овощи И как всегда Вначале я озвучу ингредиенты Входящие в состав Этого блюда Как видите Немало И я их озвучиваю Ну, прежде всего Это говядина Причём Говядину Как я уже говорил Это блюдо Простолюдинов И поэтому Бедные французы Не могли себе Бургунцы Не могли себе позволить Какие-нибудь Отборные части В туше Говядины Поэтому То, что было Подешевле мяса То они и И использовали Затем Шампиньоны Это же Франция Лучок Морковка Сельдерей Бекон Чеснок Дальше Из пряностей И специи Я буду использовать Сахар Потому что Вино Сухое Кстати, домашнее И Оно кислое Далее Прованские Прованские Травы Я буду использовать Черный и белый Перец горошком И лавровый лист Подсолнечное масло И бульон Если у вас его нет Можете добавлять Водичку Приступаем К нарезке Продуктов Очередность Здесь не важна К готовке Непосредственно Мы приступим После того Как все ингредиенты Будут нарезаны Нарезаем говядину Кусочками Ну Размер Как для гуляша Где-то вот так Повторяю Мясо Не обязательно брать Какое-нибудь дорогое Часть мяса Потому что Тушиться Будет очень долго Как минимум Два часа Это как минимум А там посмотрим Поэтому Если вы хотите И надумали Приготовить это блюдо Запасайте стерклини Мясо нарезали Убираем Теперь морковь В принципе Можно в произвольной форме Я буду резать Крупным кубиком Даже Морковь не осилит Дельно крупное Наверное Получится вот так Вот на четвертинке В казане Если вы готовите В казане Блюда По-любому Все Нужно резать Крупно Иначе Вы не имеете Возможность Плавно регулировать Пламя И Есть вероятность Того Что Продукты У вас Сгорят Чтобы этого Не случилось Мы будем Нарезать Крупно Морковь Готова Ну точнее Нарезана Также ее Убираем Подошла очередь Нарезать лук Лука К мясу Много не бывает Поэтому Ну вот такое Количество Может быть Сейчас Посмотрим В процессе нарезки Сколько получится Может быть Какую-то Луковичку Я отсюда Уберу Нарезаем Опять-таки В произвольной Форме Я буду Своей любимой Нарезкой Перьями Во-первых Это крупно Во-вторых Лук Будет распадаться Потом На Маленькие части И Удобно Будет Его готовить Со всех сторон И В-третьих Учитывая то Что Блюдо Будет готовиться Как минимум Два часа Я думаю Больше То От лука Ничего не останется Он полностью Растворится При этом Отдаст Все Самое лучшее Что есть В нем Этому блюду Теперь Будем нарезать Сельдерей У нас Вот такое количество Моркови Ну Сельдерей Должно быть Где-то Соизмеримо Да Морозец Дает О себе Знать Руки Так Прихватывает Его Режем Так же Крупно Достаточно Ароматная Травка Убираю Нарезаем К шампиньонам У меня Любым Любым удобным Удобным Для вас Способом Я буду Нарезать Тонкими Слайсами Можете Выдавить Через Чесночный Пресс Натереть На терке Просто Раздавить И положить Его целиком Как вам Удобно Чеснок Готов Идем Разжигать Огонь На разожженную Печь Марусю Устанавливаем Казан И даем Ему Нагреться И Я же Говорил Что я Сегодня Буду Готовить На Огне На костре В силу Того Что Продукты Нужно Обжаривать И Лучше Это делать В разных Емкостях Казан У меня Один Поэтому Я Немножко Буду Отступать От Привычной Очередности И Вы Сейчас Сами Все Увидите Если Вы Будете Готовить На Кухне То Можете Придерживаться Другой Очередности Ну И Первое Отступление Вначале Я Обжарю Морковку Мне Нужно Чтобы Она Покрылась Такой Корочкой Приобрела Такой Вид Легкой Обжарки Для Этого Мы Добавляем Немного Масла Чтобы Она Не Сгорела И Сразу Загружаем Морковь Уже Такая Дубовенькая Примерзла Чуть И Перемешиваем Морковь Морковь Обжарилась Убираем Морковь Будем Ловить Момент Потому Что Из-за Пара Абсолютно Ничего Не Видно Ну Вот Он Уже Достаточно Обжарился Отправляем Казан Грибочки И Буквально Минуту Две Обжариваем И С Беконом Прошло Пару Минут Добавляем Половину Измельченного Нами Чеснока И Активно Помешивая Буквально Опять-таки Пару Минут Обжариваем С Грибами И Беконом Больше Не Нужно Потому Что Он Может Подгореть И Тогда Его Вкус Успортит Все Блюдо А Так Он Отдаст Ароматы Ровно Настолько Чтобы Это Было Очень И Очень Вкусно Поверьте Мне Это Уже Слышно Чесночок Делает Своё Дело Убираем Освободившийся Казан Доливаем Масло И Сейчас Будем Жарить Мясо Нужно Чтобы Каждый Кусочек Обжаривался Отдельно Поэтому Может Быть Придется Загружать Частями Жар Сильный Поэтому Мясо Уже Начало Запечатываться И Это Хорошее Это Мы Делаем Запечатываем Мясо Для Того Чтобы Внутри Него Остались Все Суки Внутри Каждого Кусочка Ну Такая Свообразная Соковая Терапия Первая Часть Обжарилась Убираем Загружаем Следующую Партию И Также Обжариваем Ее Запечатываем Со Всех Сторон Обжарка Второй Части Мясо Подходит В Финол Вторая Часть Также Обжарилась Теперь Этой Второй Часть Возвращаем Первую Часть Высыпаем Где-то Полторы Соловых Ложки Муки И Тщательно Перемешиваем Чтобы Каждый Кусочек Обвалялся В ней Это Нам Нужно Для Того Чтобы Соус Который Потом Получится В процессе Готовки Был Густым То есть Загуститель И Постоянно Перемешивая Обжарим Еще Минус Пять Вот Что У нас Получилось Убираем Обжарки Которые Остались На дне Казана Ни в коем Случае Не трогаем Загружаем Лучок Тоже Дубовенький Сейчас Он Немножко Выпустит Сок И мы Вот таким Образом Вот так Вот Вводя его По стенкам Казана Как бы Снимаем Эти Обжарки Чтобы Они Остались Внутри Лучок В них Потом Будет Обжариваться Я говорю Смех Паузами Потому что Ну просто Дым лезет в глаза И нужно Немножко Сосредоточиться Так Казан Таким образом Вычислили Теперь Наливаем Масло И Обжариваем Лучок Вот почему Я люблю Резать Лук Перьями Он Распадается На такие Перочки И теперь В процессе Перемешивания Каждая Из них Каждая Составляющая Обжаривается В масле В данном Случше Проситывается Вот этими Обжарочками И Лучок Приобретает Неимоверный Вкус Теперь К луку Который Стал уже Полупрозрачным Добавляем Сельдерей Перемешиваем Сельдерей Немного Обжарили Возвращаем Обратно Морковь Ранее Обжаренную В казане Уже Все Красиво Но Это Еще Не Финал Перемешиваем Затем Вот так Пробираем Место Высыпаем Чесночок Оставшийся Он там Немножечко Буквально Минуту Накрываем Обжарится Далее Перемешиваем Все С учетом Добавленного Чеснока Ну Красиво Опять Пробираем Место Утапливаем Там Лавровый Лист У меня Он мелкий Поэтому У меня Где-то Листочков 4-5 Такое Количество Затем С горошком Перец Белый И черный Насчет Белого Перца Хочу сказать Отдельно Я его Недавно Опробовал В супах Ну как Недавно Буквально Года Два Так я Им Активно Пользуюсь И Мне это Очень Очень Нравится Мало того Что он В маринады Хорошо Заходит В супах Он Вообще Великолепен А Здесь У нас Тужится Блюдо Часа Два Как минимум Вот И Ну Практически Можно сказать Что тот же Самый Суп Потому что Соус И Теперь Внимание Домашнее Вино Сухое Не Не Обязательно Сюда Добавлять Какое-то Дорогущее Достаточно Чтобы Оно Было Приятное На вкус И Не Сильно Сладкое Добавляем Граммов 400 350 Ой Какие Пошли Ароматы Как Я Люблю Францию Добавляем Говядину Ранее Обжаренную Точнее Возвращаем Все Это Заливаем Бульоном Если Его Нет Не Страшно Добавлять Водички Но С Бульоном Однозначно Будет Вкуснее Причем Я Залил В ту Емкость Где Было Мясо Заодно Соберу Отсюда Все Жиры Теперь Накрываем Это Все Крышкой Доведем До Кипения Как Видите Мясо Закипело Обратно Накрываем Крышкой Закрываем Заслонку Закрываем Дверцы И Тушим Мясо До Полной Его Готовности По Времени Минимум Два Часа Но Чувствую Что Будет Больше Это Зависит От Мяса Которое Вы Брали Во-первых Принципиально Говядина Или Телятина И Ту Часть Мяса Которую Вы Использовали Я Показал У меня Самая Жесткая Я Был Экстремально Жесткая Ну Наверное Такое Как Использовали Бедняки Из Бургундии Будем Экспериментировать Если Вы Готовите На Плите То Можете Смотреть Телевизор Заниматься Своими Делами Ну Поскольку Я Готовлю На Огне Я Буду Периодически Подбрасывать Дровишки Итак Друзья Прошло Три Часа Естественно Я Периодически Пробовал Мясо Оно Еще Не Дошло До Этой Кондиции Которая Которая Бо Меня Устроила Вот Теперь Уже Почти Готово Теперь Добавляем Грибочки И Бекон Который Мы Обжарили В самом Начале И Еще Полчаса Накрываем Крычкой Еще Полчаса Это Все Протушится Кроме Этого Я Добавлю Пол Столовой Ложки Соли Накрываем Крышкой И Еще 20-30 Минут Блюдо Французской Кухни Мясо По-бургундски Готово Как Тут Снежно Я Намеренно Не убирал Снежок Чтобы Показать Этот Зимний Колорит Друзья Подошла Эпопея Готовки К Окончанию Это Было Долго Но Я Предупреждал Что Будет Нелегко Запасайтесь Терпением И Я Скажу Что Когда Я Пришел На Рынок А Это Было После Праздников Мясной Рынок Там Было Практически Пусто И Вот Единственное Место Где Продавали Говядину Я Там Ее Купил Честно Она Мне Не Очень Подравилась Но Помятую О том Что Изначально Мясо По Бургундке Готовили Из Не Самых Лучших И Отборных Кусочков Я Решил Попробовать Это В Экстремальных Условиях И Вот Теперь Смотрим На Предмет Готовки Берем Кусочек Мяса Как Видим Оно Легко Ломается Потому Что Достаточно Долго Тушилось И Несмотря На То Что Изначально Оно Было Жестким Разламывается Просто Легким Касанием Как Видите Поговорка Если Долго Мучиться Что Нибудь Получится Актуально Даже Бокальчик Примерз Теперь Наливаем Сухого Домашнего Вина То Которое Я добавлял Сюда В мясо По-бургундски И Дегустирую Ваше здоровье Скажу Честно Я Сыт Но Попробовав Мне снова Захотелось Поесть Это Вкусно Друзья Если Это Видео Вас Заинтересовало Пожалуйста Не забудьте Поставить Лайк Пригласите На мой канал Своих друзей Ну И Смотрите Новое Видео Всем Пока Еще раз Ваше здоровье И с прошедшими Праздниками Сечь